Чтобы в эту зиму город вступил без аварийно, специалисты всё лето занимались модернизацией котельных. Сегодня, уверяют в теплосетях, надёжность и качество теплосистемы увеличены вдвое. Практически в каждой котельной курорта заменили теплообменное и насосное оборудование. Одновременно с модернизацией котельных было проведено и техническое переворужение тепловых сетей. Были заменены сети, которые в ветхом состоянии находились, а также сети, где пропускная способность не позволяла улучшить гидравлический режим. В частности, это улица Альпийская, где была увеличена многолетняя проблема, где жители страдали от плохого качества тепла. В этом году надеемся, что качество теплоснабжения будет на высшем уровне. Это 14-я самая большая котельная города Сочи. Отсюда теплоснабжение поступает в центр курорта, в микрорайоны Макаренко и завокзальные. Нагрузка серьёзная. Но в этом сезоне котельная работает по-новому. В рамках модернизации установку, от которой одновременно питались районы, разделили на три зоны. На каждую зону установили свою насосную группу отдельную, свои теплообменные аппараты установили. Теперь разность давлений уже никак не повлияет на гидравлический режим целиком на весь город. Потому что все районы находятся в разных геодезических отметках, и поэтому на каждую зону идёт отдельное давление. Город к холодам действительно готов, подчёркивает глава города. И всё же одновременно подать тепло во все дома ресурсникам не удалось. Из-за плановых работ в пятой котельной Донская накануне осталась без горячей воды. Завтра, подчёркивает Анатолий Пахомов, микрорайон, как и в целом весь Большой Сочи должен быть полностью обеспечен теплоснабжением. Есть проблема по котельной. Это котельные хосты, которые обслуживают микрорайон Мамайка. И эта проблема в том, что Межрегионгаз не подаёт газ. Хотя есть судебное решение, которое обязывает Межрегионгаз подать газ на котельное акционерное общество хоста. Я думаю, что служба судебных приставов и прокуратура сегодня разберётся. И, наверное, будет восстановлена законная справедливость решением суда. Будет подан газ на хост. И таким образом, все наши микрорайоны города будут в полном объёме обеспечены теплом. Что касается подачи тепла в дома, то мы сегодня видим, что практически 25% домов, которые имеют централизованное отопление, они уже получили тепло. В этом году в отопительный сезон мы войдём плавно и организованно. В основном все сложности, которые возникали в рамках подготовки к отопительному сезону, связаны с задолженностями. Оплата по счётчику не всегда своевременна. Отсюда и долги муниципального предприятия «Сочи Теплоэнерго» поставщику газа. Как в случае с частной котельной хоста. К сожалению, не все управляющие компании отличаются стабильностью в работе и ответственностью. Вот там, где безответственно относятся руководители управляющих компаний к подготовке в работе в ОЗП, там и жители в большей степени страдают. Есть работа Департамента городского хозяйства, направленная на административные санкции. Это штрафы, они и до 250 тысяч рублей доходят, и вплоть до лишения лицензии. В городе Сочи уже есть ряд компаний, которые, к сожалению, пошли по наклонной по этому пути. Ведутся мероприятия по отзыву лицензий. Самая большая задача, которую мы совместно должны решать с населением и управляющими компаниями, это дисциплина платежей. Если до кого-то из горожан тепло завтра не дойдёт, Анатолий Пахомов просит информировать его лично. Позвонить можно на горячую линию главы города или на номер телефона оперативного дежурного теплосетей 233-41-10.